друзья приветствую вас это дневной обзор давайте рассмотрим текущую ситуацию злободневные вопросы что сейчас происходит куда катится этот мир и что ждать от движения нефти доллара золота серебра и ключевых российских акций так друзья но час 1310 по москве то что касается германии по германии вышел хороший индекс экономических настроений вот это три звездочки он более ключевой ниже текущих экономических условий которые чуть чуть хуже вот здесь существенный рост существенный рост то есть вот эта расстановка сил она может способствовать толчку евро против доллара сейчас мы по графику посмотрим как это будет реализовываться и будет ли это реализовываться далее то что касается ввп еврозоны ну пять процентов срезано никуда тут не денешься от года году но тем не менее немножко результат лучше чем спрогнозировали вот обращаю внимание что как бы кто-то скажет что в россии там минус 3 и 1 или 3 4 процента сколько там показал русском стад госком стад вот но дело в том что россия она до этого в стагнации находилась то здесь вот это вот этот показатель он действительно указывает на то что европейская экономика она значительно сдулась но сам вот этот процесс падения и отбоя он в ближайшее время может перейти в стадию роста может но пока еще не все ключевые события совершились для того чтобы однозначно утверждать что все как бы от падали сейчас начнем расти вот есть ряд моментов и они в ближайшее время весной в апреле могут дать о себе знать к сожалению негативных моментов так но вот если мы рассмотрим baltic dry индекс стоимости морского фракта дневной таймфрейм то здесь как бы мы видим что движение вниз который указывал бы назад и затухание мировой экономики в этот диапазон она на текущий момент не реализовалась то что ближайшее время если не мы не возвращаемся и не пробиваем вот эта маленькая донышко промежуточная которая 1300 1270 то как бы есть все шансы что движение наверх продолжится а это будет говорить о том что мировая экономика она на текущий момент восстанавливается причина восстановления во первых то что к вид отступил во вторых то что печатают деньги в третьих то что постепенно настраиваются те связи которые были нарушены и самое главное более или менее частично произошло перестроение экономики на новые рельсы то есть многие говорят вот когда там будет восстановление экономики вернемся к тому что было там в девятнадцатом восемнадцатом году нет не вернемся это будет уже совсем другой мир потому что именно вот то что произошло это падение оно было связано с кризисом перепроизводства капитализм периодически испытывает кризисы эти кризисы возникают в силу перепроизводства что перепроизводится каждый раз это происходит по-своему новый товар или услуга 70-е годы стиральные машинки перепроизводители в тридцатые годы перепроизводители очень много товаров того что связано с роскошью и услугами это стало не нужно и в какой-то момент оказалось невостребованным в двадцать девятом году полыхнул кризис сейчас соответственно идет перестроение экономики которые связаны с переходом онлайн и все что сейчас произошло мы с вами можем наблюдать это рост фан магов стремительно упала и будет продолжать падать офисная недвижимость при этом как это не парадоксально выросли цены на дома и продажи домов но здесь как бы логичный ход потому что люди они не ездят в офис они работают дома дешевая ипотека соответственно рост жилой недвижимости но закат не бывает богат все возможности все что происходит заранее предусмотреть достаточно сложно итак друзья по балтик драю и по германским экономическим показателям можно сделать вывод что на ближайшее время вот этот крем который был в сторону падения экономики он на текущий момент преодолен преодолен и начинается отскок следующая критичная точка она будет в диапазоне с моей точки зрения где-то от середины марта до середины апреля когда может произойти что-то такое внезапное неприятное может произойти но может и не произойти так вот dax немецкий индекс он сегодня показывает рост не очень большой но потому что он уже так как бы забрался на исторический х и и теперь как бы надо тянуть за индексом немецкую экономику который шаг за шагом будем надеяться постепенно начнет восстанавливаться и отскакивать к тем уровнем которые были ранее так друзья но вот викс дневной таймфрейм сегодня он начал торговаться он сегодня немножко вырос по сравнению с вчерашним значением но вчера он очень неприлично упал фактически в общем то вот это все движение вниз которое было возможно оно практически полностью реализовано осталось только девятнадцать с половиной пробить и закрепиться но я пока не уверен что в ближайшее время мы увидим вот это движение но скорее всего произошло из-за того что на растущем рынке в какой-то момент просто начала падать волатильность это произошло в силу того что ну поскольку тренд идет наверх то увидим люди которые делали ставку на рост волатильности они но несколько скажем так сгорели в пламени растущего тренда как мне видится но с другой стороны надо четко понимать что периодически происходит набор позиции и разгрузка и здесь по факту разгрузки мы вернулись на минимальное значение расширенной консолидации то есть вообще у него основное движение идет в диапазоне 30 21 с половиной но если рассматривать более расширенный диапазон вот здесь был прокол шип который возник он вообще на 35 заканчивается здесь он долетел до 37 с половиной вот что касается викса как мне видится вот эта ситуация текущий это дневной таймфрейм если не будет дальнейшего задерга вниз и пробой 19 с половиной с уходом на 17 то вот это нахождение в районе 20-23 она приведет тому что по факту набора позиций отсюда возникнет движение наверх ну и соответственно то есть это взаимосвязано то есть рост волатильности и дестабилизация финансовых и фондовых рынков вот но пока мы находимся в этой зоне вблизи нижней границы рынке чувствуют себя очень комфортно и пытаются отрабатывать новые х и так друзья далее индекс доллара но здесь идет устойчивое движение на 90 к нижней границе консолидации вот этой поджатая 90 до 90 с половиной ну как бы по германии вышли хорошие данные по экономике по еврозоне тут есть и основания сегодня завтра по тесте 90 так ну вот американский индекс этой среди на фьючерс снг дневной таймфрейм здесь соответственно у нас наблюдается попытка либо коррекционного отката цель отката будет скорее всего на 3900 или проторговка вблизи достигнутых значениях в 3940 до 3965 переходя на часовой таймфрейм здесь очень интересная картинка возникла вот смотрите ближайшее время здесь будет тестирование скорее всего 3949 3945 вот этого диапазона если он не будет пробит то соответственно сегодня завтра мы здесь до набираемся и идем отрабатывать новый максимум пробивать 3965 и соответственно следующая цель движения если такое произойдет она будет в районе 3990 здесь есть определенный уровень который скорее всего с первого раза если рост продолжится взят не будет по крайней мере исходя из текущих данных так друзья далее джебе индекс российских фсс соответственно здесь у нас на текущий момент вот этот пробой продолжается 150 и развивается отсюда движение цель этого движения первый уровень 145 145 и 345 и 5 это месячный таймфрейм если переходить на недельку то здесь есть скажем так последний шанс это где-то сто сорок восемь и семь сто сорок восемь шестьдесят пять соответственно если это значение пробивается то развивающиеся движение на 145 и 3 она может быть достаточно стремительно вот ну интерес к фс снижается в силу ряда причин это и геополитические риски и и текущая финансовая монетарная политика ну и судя по всему если в ближайшее время у нас не произойдет затягивание на 150 и 2 то соответственно индекс по фсс он уходит сюда вот в район 145 и 345 и 5 вот на это значение как это отразится на рубль будем периодически с вами ситуацию мониторить вообще как бы выход из фсс он всегда негативно отражается на рубли но здесь у нас особая ситуация холодная зима растет нефть и спрос и цена и газ и поэтому данные обстоятельства не могут компенсировать ситуацию в валютных парах рубль с доллара и евро однако мы с вами видим что по текущей цене на нефть не происходит надлежащего укрепление рубля и как раз это связано с этим процессом что не нету большого спроса на российский офис и наоборот из них происходит периодический выход который никак не меняет направление капитала пока не появится всплеск спроса к российским государственным облигациям рубля можно сказать один движок на укрепление сломан так друзья далее нефть бренд часовой таймфрейм но здесь видите у нас все обозначилась двойная вершина вот и поэтому ближайшие час два три пробития значения 62 и 9 62 и 85 она вполне вероятно ведет отсюда тестировать 62 вот сюда вот это значение здесь есть еще один уровень вот он находится чуть ниже этой линии на самом деле это 62 и 2 и соответственно если движение вниз по факту пробой этого значения ухода на 62 и 5 если она приводит дальнейшему пробую 62 и 262 диапазона то соответственно по нефти мы увидим уже движение по направлению на 60 целых пять десятых вот на текущий момент сейчас если пробой не оформится вот этого значения то здесь будет до набор и следующее движение с целью по 1063 76 и вот это уже движение если сейчас произойдет высока вероятность того что будет пробой и уход на следующий уровень по направлению к следующему уровню который 66 25 поэтому по нефти ближайшие 13 часа они ситуацию определят если здесь возникает пробой двигаемся на сначала на 62 и 5 вот пытаемся здесь закрепиться если пробой не возникает то здесь будет набор позиций ближайшие 13 часа и отсюда наиболее вероятно разовьется движение целью будет пробить 63 76 уйти туда в космос дальше так друзья далее золото 15 минутный time frame сразу ставлю вот смотрите здесь ситуация достаточно интересная потому как золото она поджимается к 1825 соответственно ближайшей перспективе час два-три если у нас не происходит пробитие 1821 с половиной вот этого значения то у нас продолжится это поджатие будет пробитие 1825 и уход на 1831 если все-таки этого не произойдет и будет пробитие и закрепление под 1821 то наиболее вероятно мы сегодня пойдем тестить на прочность уже не не только 1818 половиной но и 1815 5 здесь определенная точка в случае если не разовьется пробой и заход выше 1825 наиболее вероятно движение ну хотя бы коротенький задер на на 1815 с половиной так друзья вот был вопрос по поводу серебра смотрите часовой таймфрейм вот сейчас отсюда развился и пусть движения цель этого движения потестить и возможно пробить 2815 2815 вот соответственно наиболее вероятно развитие движения вот сюда к этому значению она может не произойти прямым путем может сейчас произойти коррекционный откат вот если этот откат не приводит к пробитию 27 и 6 2755 то здесь будет до набор и все равно последует движение наверх целью переписать 2815 если возникает пробой 27 и 627 55 то наиболее вероятно мы отсюда увидим коррекционный откат цель этого отката будет 27 и 227 и 3 так друзья дали фьючерс ртс мартовский здесь возникла интересная ситуация переписали хай который был ранее соответственно у нас здесь по законам жанра либо мы должны закрепиться выше 150 одна тысяча 150 тысяч 500 или если мы здесь не начинаем закрепляться а уходим немножко вниз и начинаем торговаться ну хотя бы где-то на 148 500 то это приведет тому что мы здесь имеем ну как минимум попытку реализации двойной вершины и соответственно отсюда развивается коррекционный откат первая цель 145 500 и потом соответственно попытка сходить на 142 тысячи опять же по ртс очень много шартов открытого физиков шарти самый надежный покупатель он неприхотлив вот сейчас на четырехчасовом таймфрейме мы видим здесь попытку разворота и если ближайшее время будет пробитие 148 500 то мы увидим соответственно четырех часовиком откат цель этого движения будет ну наверное все таки 145 145 500 вот сюда вот этот диапазон если вот этот сценарий не реализуется если мы остаемся 149 и выше то это означает что здесь будет до набор позиции и дальнейшая ракета цель движения уже 155 тысяч но в любом случае я думаю это не сценарий сегодняшнего дня то есть движение выше этого значения сегодня пока никаких негативных сценариев не реализовалась не по нефти не по геополитике мы наиболее вероятно будем находиться в диапазоне более вероятный диапазон 149 тысяч сто пятьдесят одна тысяча ну если пробиваем 148 500 то следующая цель это 145 500 возможно 145 вот сюда вот так друзья дали рубль-доллар юзды тумура четырехчасовой таймфрейм но здесь видите как вороны на проводе сидят вот они заперлись но здесь сильный диапазон который 73 27 73 33 соответственно то основное движение она идет в рамках этого диапазона ну падает индекс фазе спроса на фазе нет соответственно то есть рубль он находится в таком подвешенном состоянии смотря на то что с нефтью сейчас все очень даже хорошо обстоят дела и еще такой немаловажный момент вот если сравнивать цены на них допустим с девятнадцатым годом с восемнадцатым годом и текущий курс рубля есть еще другой немаловажный фактор помимо геополитических рисков так называемых хотя они по моему в большей степени являются всего лишь некой инициации напряжение в экономике это объем продаж нефти объем продаж нефти упал и поэтому если говорить вообще в целом о соответствии курса рубля какой-то цене на нефть надо рассматривать совокупность факторов которые здесь взаимодействуют так друзья дали часовой таймфрейм ну смотрите здесь движение конечно вот которые я прогнозировал в полном объеме она не произошло движение на 73 5 вот но тем не менее и вниз мы не пробили не закрепились ниже 7325 был коротенький укол который потом опять же не пробили сильный уровень 7314 вернулись вот в этот вороний диапазон где все это хождение но и происходит вот этот диапазон он уже давно достаточно был сформирован это не сегодняшнего дня то есть любит он в этом диапазоне находиться исходя из исторических реалий ранее протестированных так на текущий момент у нас ситуация получается следующее если мы все-таки 7325 7322 не пробиваем вот здесь находится поддержка то соответственно вот это все нахождение вот в этом диапазоне в этой консолидации который имеет верхнюю границу 7345 а нижнюю границу 7325 она идет тому что будет пробита верхняя планочка и отсюда хотя бы коротенький задерк на 73 и 7 он произойдет вот потому что все условия для того чтобы это произошло они созданы вот опять же то есть по нефти вроде бы назревает коррекционный откат и соответственно фоне этого отката вполне мы можем реализовать это движение но обращаю внимание пробить и 73 2 повторное закреплением она приведет тому что он переместиться и торговый диапазон у нас сместится 73-73 15 вот в этот диапазон но для этого нужно более дорогая нефть нужен пробой текущего локального максимума и уход по направлению на 66 ну пока вот на сегодня я думаю такой сценарий его реализация на менее вероятно и поэтому здесь мы будем находиться в боковике отсюда и досюда и соответственно если не в час начинает все-таки падать то мы увидим задерк наверх но завтра размещению фазе под это размещение фазе ну с текущими ценами на нефть конечно ожидать что уйдет на 73 8 или 74 это маловероятно здесь боковик и когда у фазе разместятся зависимости от ситуации с нефтью будет выход из этого движения так друзья далее доллар евро смотрите здесь по еврозоне по германии вышли хорошие данные соответственно на фоне этого возникло поступательное движение у которого конечная точка находится на 1 22 вопрос насколько быстро этот диапазон будет отработан там 1 целый 21 93 1 целый 22 соответственно вот этот сценарий он ломается если возникает коррекционные откаты пробития 1 целый 21 13 21 10 вот эти значения если они будут пробиты то весь этот импульс сойдет на нет ну а сейчас ожидание по евро доллар позитивная то есть что она движется по направлению к 1 целые 22 вот ближайшая цель промежуточная остановка 1 целые 21 83 где-то здесь она находится соответственно здесь либо будет про торговочка либо возможно коррекционный откат на 1 1 целый 2141 так друзья далее сбербанк часовой таймфрейм ставлю ну смотрите делали ставку юрики на то что сбербанк будет падать он упал вот сейчас он заперт в диапазоне 272 267 едва диапазона обращаю внимание могут немножко меняться это раз и во вторых на самом деле диапазон это определенное облако вероятности вокруг него то есть вот сказать что он 267 едва пробил и все он там начинает как и в 2 падать в пикирующий полет такого не бывает здесь нужен выход объема нужен проторговкой только тогда можно будет наиболее вероятно утверждать что движение разовьется сейчас на текущий момент по сбербанку ситуация следующая вот на сегодняшний день у нас есть диапазон 267 и 8 269 вот если этот диапазон не будет пробит то отсюда сейчас разовьется повторное движение цель этого движения будет по тесте 273 и сходить с 273 на 275 если вот этот диапазон чик сейчас пробиваем то у нас возникает движение к нижней границам тут совсем немножко эти 267 едва но в этом случае наиболее вероятно будет задерка цель этого задерка будет сходить на 264 264 и 7 вот сюда вот в этот диапазон чик так друзья далее газпром но у нас сегодня тоже с утра была просадка вот там юрики делали ставку на то что будет он падать он с утра немножко отпадал но зима холодная газ нужен поэтому особо ему падать не дадут но на текущий момент здесь интересная картина она схожа со сбербанком кстати говоря вот опять же здесь сейчас идет набор позиций если у нас ближайшие часы не будет движение вниз и пробой 227 и 6 227 то вот эта вся формация которая здесь набралась она пойдет движению и как минимум тестирование 231 а возможно и пробой и попытка сходить на 235 237 там есть определенная промежуточная цель вот если же мы здесь получаем пробой то у нас отсюда наиболее вероятно разовьется движение вниз и цель коррекционного отката находится в диапазоне 225 224 я думаю более вероятно нахождение вот в этом диапазоне и на сегодня попытка тестирование пробить и 231 так друзья далее гмк наш дорогой любимый гмк посмотрите гмк это в общем-то ракета ракета она даже при текущих ценах почему эта ракета ну потому что бумага она производит все эти компоненты которые нужны для нарождающейся новой зеленой энергетики сейчас немножко застопорился палладий но она производит никель она производит никеля никель это основная составляющая зеленой энергетики он нужен для производства аккумуляторных батарей легированных сталей и соответственно спрос на никель будет расти также гмк производит платину платина сейчас пошла в рост я еще год или полтора года назад обращал внимание что поскольку платина и палладий сути одно и то же то соответственно рост цен на палладий приведет тому что начнут расти цены на плате на платину и они будут двигаться навстречу друг другу что мы сейчас и наблюдаем на самом деле платину гмк не особо много добывает вот ранее в девятнадцатом восемнадцатом году основной доход формировался из-за продажи никеля там 40 процентов было и 20 процентов от палладий то есть это мировой лидер производства палладий но в прошлом году соотношение сменилось и 20 процентов стал приносить никеля 40 палладий соответственно сейчас идет рост цен на никель и это волей-неволей толкает бумаги наверх вот текущем раскладе несмотря на то что бумагу очень сильно выросла и очень дорогая исходя из того что есть предпосылки рост цена цены на никель то соответственно и и будут выталкивать наверх разумеется если разовьется коррекционный откат на российском рынке или на мировом то гамак посыпется вместе со всеми остальными но на текущий момент он достаточно сильно выглядит несмотря даже на всю эту историю со штрафами то есть там откат был но он был совсем детский так сейчас у нас если ориентироваться на четырех часовик вот видите даже в текущих реалиях там его пытались распродать ниже 26 200 он не пошел здесь на самом деле отслеживается четкая тенденция 26 26 200 вот этот диапазон если он не пробивается устойчиво то вся эта разворотная формация она по сути будет являться до набором позиции перед последующим ростом на 27000 и выше вот разумеется если какие-то решения принимать и что-то делать надо помнить о том что это риск у каждого своя голова на плечах каждый принимает решение сам никаких волшебных пилюль играли не существует заверяю вот соответственно то есть всегда нужно фиксировать позицию по факту достижения цели всегда нужно ставить стопы чтобы не превращаться в стратегического инвестора либо в танк разрушенный попаданием маржин кола вот поэтому здесь вот я думаю 26 26 200 если он сегодня завтра не пробивается то мы отсюда пойдем расти дальше если пробивается то коррекционный откат цель этого отката возврат 25 325 500 вот сюда вот в этот диапазон так друзья далее вопрос был парус сетям ну смотрите зима холодная электроэнергия всем нужно поэтому в общем то один из бенефициров текущей ситуации рост сети здесь обозначена цель движения 1 целый 99 если ближайшее время у нас происходит пробитие на целый 84 то очень быстро будет отработана цель 1 целый 99 или 2 рубля за акцию но переходя на 4 часовой таймфрейм вот сейчас идет движение цель его это пробитие 7570 если это значение будет пробита то здесь сейчас пойдет консолидации не произойдет отката на 1 целый 74 75 то здесь по факту до набора позиций мы увидим продолжение дальнейшего движения наверх но в текущих реалиях поскольку зима остается холодная и высока вероятность того что бумагу все-таки могут до двух рублей догнать но надо помнить последний растет электроэнергетика и втб дальше наступает что-то нехорошее так друзья но вот еще вопрос был по рост нефти смотрите здесь ситуация парус нефти она достаточно с моей точки зрения прозрачно фактически перебили исторический хай который был это месячный таймфрейм и поэтому у нас либо осуществляется проторговка и закрепление выше уровня 500 вот в этом диапазоне 500 530 в этой ситуации мы увидим дальнейший космос по бумаге если следует коррекционный откат с пробитием 500 то по этой бумаге так или иначе разовьется просадка и цель этой просадки будет движение 440 430 вот сюда вот в этот диапазон так но переходя на четырех часовик особо здесь добавить я думаю ничего тот же уровень он здесь четко прослеживается 500 530 если его пробиваем то соответственно идет до более сильное движение цель его первое будет 472 470 если этот уровень удерживается то продолжается дальнейший рост вот сейчас масса новостей позитивных по этой бумаги и возможно ее могут даже до 600 догнать опять же если этот пробой сейчас закрепляется друзья все основные бумаги спасибо за внимание удачи в торгах если вам понравилось ставьте лайк и подписывайтесь на youtube и на телеграм-канал удачи